Следующая глава, 10. Бог постепенно, постоянно делает это на протяжении всей книги Откровения. В середине какого-нибудь суда остановка, какой-то интервал, и потом Он дает какие-то утверждения или делает какие-то заявления. И вот следующий фрагмент, который мы с вами будем разбирать, как раз и говорит о великих переменах, что что-то будет по-другому. В первом стихе мы с вами видим, что сходит с неба ангел. Некоторые люди считают, что это Иисус Христос. Однако вот лично я не верю в то, что этот сильный ангел Иисус Христос. Да, здесь говорится о том, что это ангел сильный. И интересно, что его положение, то в каком положении он находится, имеет огромное значение. Мы видим, что у него свиток, книжка в руке у него. Итак, этот ангел поставил правую ногу на землю, а левую ногу на море. Что необычного в таком положении ангела? Предположим, что если бы вы стояли одной ногой в воде, а другой ногой на земле, как бы вы стояли? Правая нога была бы в воде. Итак, его нога была на воде, что означает, что он полностью суверенен на земле и на земле. Но он не в море, да, нога у него не в море, а на море, то есть на поверхности. И здесь это символизирует тот факт, что он абсолютно властен, суверенен над и над водой, и над землей. А это выражение, или вернее, это положение ангела повторяется четыре раза, вот дословно. Поэтому это символизирует абсолютную Божью власть, или суверенность. Далее воскликнул громким голосом этот ангел, и в четвертой главе говорится о семи громах, которые проговорили голосами своими. Обратите внимание на то, что их слышно, но не видно. Они не объясняются и не раскрываются. И вот это, наверное, единственное в книге Откровения то, что Иоанн знает, но нам он не рассказал, что это такое. Посмотрите, в четвертом стихе написано, я хотел было писать, то есть он понял, что ему нужно было записать. Но ему сказали, что не пиши сего, то есть он не записал этого для нас. А тогда мы задаем себе такой вопрос, кто же говорит в данном случае, чьи это были утверждения. Скорее всего, как я считаю, это были Божьи утверждения. Если мы откроем Ветхий Завет, а конкретно пророк Иеремию 25 главу 30 стих, то мы увидим, что Божий голос очень часто описывается как гром. Я считаю, что в контексте заключительного действия, возможно, это было вербальное оправдание последнего суда. То есть еще одно объяснение того, что суд должен произойти. Потому что после этого уже последуют суды чаш. Итак, мы можем сказать, что Иоанн понял, что там происходило, для него это было все ясно и понятно. Далее посмотрим, что еще говорится в этой главе, что говорит здесь Ангел. Здесь он предлагает заявление или утверждение о времени. Речь идет о том, что больше уже не будет отсрочек по времени. Это в 6 стихе. Мы об этом читаем. В 6 стихе. В 6 стихе времени уже не будет. А в 7 стихе говорится о том, что когда возгласит 7 ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия. То есть больше не будет отсрочек, и с этого момента масштабы суда продолжают расширяться, усиливаться. И вот с этого момента как раз уже больше не будет явно предлагаться Божья благодать. И вот опять-таки с этого момента нам придется снова вернуться назад и некоторые детали нам неизвестные доселе о великой скорби придется изучить. То есть мы должны с вами запомнить то, что после того, как прозвучали все трубы, больше не будет предлагаться спасение. И здесь говорится о том, что тайная Божия совершится. Или мы можем сказать, что воля Божья должна совершиться до конца. Божья праведность совершится. Может быть, кого-то это смущает. Почему прекращается провозглашение Евангелия на данном этапе? Но нужно не забывать о том, что Бог предлагал Евангелие на протяжении тысяч лет. Мы говорили с вами о том, что почти две тысячи лет люди могли читать книгу Откровения. И вот в книге Откровения Бог делает такие утверждения и заявления, которые говорят о том, что он должен удовлетворить требования собственной праведности, исполняя вот эти суды. Бог уже предлагал благодать для того, чтобы удовлетворить требованиям своей праведности. И эта благодать очень сильное влияние оказала на мир. И эта благодать предлагает тем, кто уверовал в Иисуса Христа полную безопасность на протяжении всей вечности. В присутствии Бога. А, но если эта благодать отвергается, то те люди, которые не приняли этой благодати, ничего больше, кроме суда, ожидать не могут. И давайте мы теперь перейдем к маленькому свитку. Что же это была за книжка, которая была в руке? Лично я думаю, что это Евангелие. Что эта книга символизирует Евангелие. А Евангелие приносит благо тем, кто его принимает, то есть уверовавшим. Однако наводит ужас на тех, кто отвергает его. А мы как верующие с вами знаем, что нам бывает больно, когда мы предлагаем благодать, а другие ее отвергают. В 10 главе в 11 стихе он говорит, что тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. Здесь говорится о том, что благодать еще предлагается, даже в этой ситуации. Потому что люди еще обладают пророчеством. Эта книга сейчас дана людям, вот нам она дана. И книга Откровения наполнена Евангелием. Вот почему Сатана старается замутнить смысл Откровения, сделать его непонятным. Потому что книга Откровения это как последний шанс уверовать в Иисуса Христа. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok